Оказалось, что это дерево никакого отношения к первому советскому космонавту не имело. В мэрии также подчеркнули, что разрешение на спил было получено. В марте месяце уже произошел подрыв корневой системы. Это о чем говорит? О том, что простояло бы оно до первого ветра. Необходимость спила данного кедра была вызвана ликвидацией угрозы на детский сад и многоквартирный жилой дом. Ну а что касается гималайского кедра, который в 1961 году посадил находившийся в то время в Сочи Юрий Гагарин, то он и по сей день растет в сквере на противоположной стороне улицы. И за ним по-прежнему продолжают ухаживать озеленители и местные активисты. Юрий Алексеевич оставил и нам свои автографы. Это зеленые автографы прежде всего городу. И вот одним из этих автографов был гималайский кедр. И вот сейчас оно буквально за нашей спиной, красивое, раскидистое, высокое, оно стоит под охраной. Добавлю, что гагаринский кедр является памятником природы регионального значения.